Как у вас это получается? Натали Гончарханджан, Фан Фаталь И как Мария Стюарт шла медленно топ-топ на эшапот Мы всегда основываемся на каких-то архетипах Тут используем новое правило, правило четырёх Да, существует такое маркетинговое правило, правило трёх А тут вот правило четырёх с архетипами Пастернак стоит на перроне и ждёт появления своего кумира Это Райнер Мария Рильке И вот появляется он в тирольской шляпе А рядом с ним женщина, которую Пастернак, Парис Пастернак Принимает за его мать Далеко не привлекательная, с достаточно грубоватым лицом Это та самая Лу Соломер, которая до этого свела с ума Фридриха Ницше Типа Райнера Мария Рильке Дальше пойдёт у нас и Зигмунд Фройд, и его ученики Отделим тех, кого обычно считают фанфатальными Кого обычно считают? Ну, например, Мата Хари Мата Хари как закон? А вот, давайте отделим их Мата Хари очень такая тоже типичная фанфаталь И тоже внешне себя ничего не представляющая Ну, видимо, хорошо так танцевала Это аргумент? Это аргумент, но есть те, кто танцует не хуже, но никакие они не феи Точки над «и» она расставила своим последним жестом В моём конце, в моё начало То есть получается, что фанфаталь, она сама решает, какой будет её кончина Палач, он, видимо, растерялся Всё-таки такую женщину, королеву настоящую перед собой видит Он занёс один раз топор, и голова не отлетела Всё, она тем самым перечеркнула все свои не грехи, а грехи Она грехи перечеркнула, возвела их в ранг грехов Вот сейчас на меня обрушатся вопли всех чертей Потому что как, леопатры, не фанфаталь Какая у тебя, скажут, абсурдная теория Ну, после того, как Борхес создал рассказ Три версии предательства Иуды После этого дальше, по-моему, выдвигать более абсурдные теории Уже имеет право каждый Ну, ещё раз говорю, это связано с тем, что Антоний Опосредованно поклонялся Цезарю через Клеопатру Манон Леско во французской литературе их много Это, вот это Дегресси, Марселя Пруста, это Наназуля Ответ ясен вообще всей читающей публике У Прево, да, про Манон Леско, когда рассказывает абсолютно ослеплённым взглядом Кавалера Дегрие эту историю о том, как она ему изменяет И посылает ему вместо себя какую-то другую красивую, хорошенькую куртизанку И он понимает, что эта девушка ничем не хуже, а может и лучше Но в Манон есть вот что-то особое Что это такое? Это вот какая-то такая радужная игра переливов А может это сама травмированность Дегрие, раз он хочет именно такую? Блин, Александр говорит, что самый лучший аксессуар Это презентабельный красивый мужчина Если Фан Фаталь появляется где-то с мужчиной, на которого все обращают внимание Это какой-нибудь целибрит, это какой-нибудь очень модный такой трендовый персонаж Это какая-то медийная фигура Ей вот как-то удалось, в общем-то, притесаться к нему Всё, все взоры уже обращены на неё В результате этот мужчина, который, может быть, поначалу и не был на ней сосредоточен Он видит этот отражённый свет Но он не понимает, что это отражённый свет его самого Она всего лишь пригожая девица Она всего лишь девушка из такого, скажем, там говорят, добропорядочная семья Из Низова, а он аристократ Вот это янское начало Аристократ тянется к ней, к простушке Другой изысканный мужчина Любимец герцогини германской Принцессы Пармской Сван из романа «В поисках утраченного времени» Тянется к кому? К кокотке И даме полусвета удаетесь к декрессиву Она утекает куда-то То есть это не медуза Гаргона всё-таки? Да, медуза Гаргона кто? Из наших четырёх категорий она кто? Она рабыня, она жертва Ну что она могла поделать? Ничего не могла поделать Против Посейдона кто из нас может что-то поделать? Ну и желанно в те времена, когда женщина была бесправна Даже если у неё змеи на голове Анна Болейн Я понимаю, что она не фан-фаталь Вполне себе фан-фаталь С начала до конца Ну да, на плахе Мы не сказали, что все, кто сложил голову на плахе А приори становятся боениями Как и мы не сказали Что все те, кто закончил свою жизнь Впосредственно обязательно феи В какой-то момент пошла мода в западной литературе Обращаться к востоку И использовать типаж восточных царевин В частности, китайские царевны Именно как роковых женщин Как фан-фаталь В литературе От Боярда Гориостова Ну, основу заложил, конечно, Марко Поло Со своими миллионами И с образом Кока-чин Вполне реальной китайской царевны Она очень сегодня, мне кажется Соответствует типажу нового времени Кто сегодня, в принципе, женщина роковая Это женщина, которая сама выбирает свою судьбу Женщина, которая готова выступить против Каких-то каноновых стандартов И идти по той дороге, которую она избрала Это такой путь Сиддхартхи То есть Сиддхартху он сворачивал с пути На какие-то ложные тропинки Но в итоге возвращался на главную дорогу Она тоже обязательно вернется Как, вот, где проходит эта грань Между вот этой женщиной и ультрафеминисткой? Мы говорим о загадочности В женщине должна быть загадка и так далее У мужчин тоже, наверное, должна быть загадка Должна, должна Должна быть, нет Чем больше мы эти загадки разгадываем Тем больше они становятся нам дороги Я думаю, то же самое с противоположным полом Чем больше мы узнаем кого-то Тем интереснее они нам становятся Даже если это что-то плохое А что лучше, персоны или тень? А что лучше, Гарри Галер или Степной Бог? Всегда такие понятия, они аморфны Они очень субъективны у каждого Свои к ним подходы и свои к ним ключи То же самое и понятие свободы Вот эта женщина, которая выбирает свободу Но ее свобода ограничена ее собственными представлениями Моральным каким-то кодекс Или высшими нравственными понятиями Вот, наверное, в принципе Эта женщина сегодня, она становится Неким образом вам фаталь Просто сегодня феи мимикрировали Они уже не куртизанки Они уже не монолеско Не дамы полусвета Вот это да креси Они вполне себе такие респектабельные дамы Но все равно их тоже надо опасаться А возможно ли их обмануть? 21-й веке И он уже не стремился Деяги, как Папа Спасибо!